Всем привет! Итак, 3 октября у нас заканчивается первый этап тренинга по каталонскому началу. Открытый каталон со взятием на С4. То есть, вот в этой позиции после ДЦ. Это именно открытый каталон после хода Конь Ф3. И 3 октября этот тренинг заканчивается. И стартует сразу же 3 числа новый тренинг по линии слон Б4 шах, слон Д2. Партий в базе здесь не так много. Едва ли наберется пара тысяч, но подавляющее большинство из них сыграны в последнее время. Этот вариант набирает популярность. Так играли и Карлсон, и Ананты, Аронян, Ильянов, Гири, Апарин, Федосеев. Ну, огромное количество сильных шахматистов, короче, всех не перечислить. То есть, и Карякин, и Крамник, и Динлижень замечены в этой линии. Основной ход в этой позиции у черных слон Е7. Но, понятно, что надо считаться и с разменом на Д2. В частности, вот так Ананты играл. И с отступлением на Д6, где слон расположен с виду активнее, чем на Е7. И с ходом А5, и с ходом Ферзь Е7, и с ходом С5. Вот со всеми этими ходами мы с вами и познакомимся. Давайте посмотрим расписание. Итак, 3-го числа, как обычно, в 17 часов Москвы тренинг начинается с предтренингового Блиц-турнира с контролем 3 плюс 2. Дальше пойдет изучение материалов, которые ко вторнику уже будут готовы абсолютно все. Но часть будет выслана сразу после турнира тем, кто запишется на этот тренинг. Далее в пятницу я отвечаю на вопросы, которые возникнут у участников тренинга при просмотре теоретических линий. И пойдет главная часть, день турнир в 17 часов Москвы в субботу, день разбор, скажем, в воскресенье также в 17.00, разбор партии участников. И таких вот день турнир, день разбор у нас 3. Турниры с контролем 7 плюс 2, 100-минутные. Практика показывает, что этого достаточно, чтобы углубиться в теорию и основные линии, основные ветки из-за белых, из-за черных, в общем, освоить. Ну и затем в обязательном порядке 2 100-минутных блиц-турнира, для того, чтобы набить руку в выбранных вариантах. Ну и, естественно, все заканчивается в воскресенье 17.00. Вот здесь на картинке этого не видно. В воскресенье 17.00 все заканчивается ответом на вопросы. Но почему не видно? Потому что обычно у нас ответы на вопросы в 17.00. Но если участники тренинга проголосуют, что следующий этап по каталонскому началу, третий этап, а именно основная линия каталонского начала, если участники проголосуют, что вот эту линию, сейчас показываю доску, мы будем опять же стартовать ее изучение 17.00. октября, то тогда ответы на вопросы переносятся на день. А 17.00 также в 17.00 Москвы у нас стартует блиц-турнир тематический вот с этой позиции. В принципе, более быстрого способа проникнуть в секреты дебютных схем я не знаю. Всем огромное спасибо. Стоимость участия у меня стандартная для новых участников 2000 за один этап, за участие в одном этапе тренинга с получением всех материалов, плюс дополнительных материалов, книги, ПЖН-файлы. Для тех, кто участвовал в пяти и более этапах тренингов по любым дебютам, у меня были и по Строиндийской, и по Каракану много, в пяти и более стоимость участия в одном этапе составит 1500 рублей. Кто заинтересовался, надо мной вот мы видим почту, пишите. Ну или можно в соцсетях. Спасибо за внимание. Записывайтесь.